В Минобороны Британии рассказали подробности ночной атаки по хуситам в Йемене. Британские войска для нанесения ударов по хуситам применили четыре истребителя, которые запускали управляемые бомбы. Их также поддерживал самолет-заправщик, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии. Силы коалиции определили ключевые объекты, вовлеченные в атаки по военным и гражданским кораблям, и согласились провести тщательный скоординированный удар, чтобы уменьшить возможности хуситов нарушать международное право таким образом, заявили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в ударе принимали участие четыре самолета Тайфун FGR-4 ВВС Британии при поддержке танкера-дозаправщика «Вояджер». Известно, что самолеты использовали управляемые бомбы ПАВУ и АйВи для нанесения точных ударов по двум объектам хуситов. Одной из них была площадка в бане на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов, другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром Вепси. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. «Наши самолеты выявили и преследовали несколько ключевых целей на аэродроме», заявили в Министерстве обороны Британии, отмечается, что при планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана. Удары США и союзников по базам хуситов в Йемене, Соединенные Штаты и Британия сегодня ночью, 12 января, нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене. По данным СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносились американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения «Тамагавака», запущенными с кораблей ВМС США в Красном море, вскоре удары подтвердил президент США Джо Байден. По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет, причиной для нанесения удара стали акты аргесии хуситов против судов в Красном море. Так, в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.